Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 11 июля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Иоанна, Сергия, Германа, Василия, Григория, Павла. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память святых мучеников Кира и Иоанна. Сегодня совершается перенесение их мощей из города Коноп в местечко Мануфин, а также множество чудес, имевших место от их мощей. Святитель Кирилл, патриарх Александрийский, прилежно молился Богу, чтобы истребил он идольское нечестие в Мануфине, где стоял языческий храм и властвовала демоническая сила. Тогда явился патриарху ангел Божий и сказал, что Мануфин будет очистен от нечестия, если святой Кирилл перенесет туда мощи святых Кира и Иоанна. Патриарх сделал это немедленно, перенес честные останки святых мучеников Мануфины и построил там церковь в их честь. У мощей святых Кира и Иоанна Аммоний, сын Александрийского грандначальника Иулиана, исцелился от золотухи, и Сидор из Маеума от рака печени, некто Евгений от водяной болезни, а некоему Феодору вновь вернулось зрение, а его жена была уврачевана от последствия травления. Многие другие больные и недужные находили у святых мощей цельбонорфную помощь. Все это произошло в 412 году. Так много в нашей жизни сосредоточено на внешнем. Внешние правила поведения, этикета, даже если внутри совсем не так, но так принято, так положено. Форма одежды, статус, некоторые принятые в определенном обществе правила хорошего тона, поведения. Но духовный закон, выраженный апостолом Павлом, он говорит об обратном. Чем более внешний человек тлеет, тем более внутренний обновляется. Человек как бы состоит, ну так и состоит, собственно говоря, из двух частей, внутреннего и внешнего, телесного, материального и душевного, духовного. И взаимосвязь такая обратно пропорциональна. Чем больше человек сосредоточен на внешнем виде, красоте, морщинках, массажах, кремах, одежде, всяким омолаживающим процедурам, его остается на занятие своей душой. У поисея Святогорца есть такой замечательный эпизод в его трудах, где он как раз рассуждает над темой внешнего и внутреннего. Ну, точнее, он говорит о скорбях, преображающих наше духовное. Он говорит, представьте себе рыбу, которая плавает в океане или в море. Вот она такая красивая, очень подвижная. Но к употреблению ее абсолютно невозможно воспринять. Или даже когда она лежит на рынке, она очень симпатичная, очень хорошо выглядит, даже немножко неживая, но все равно приятна для взгляда, но ее невозможно есть. А для того, чтобы ее съесть, то есть получить от нее-то пользу, необходимо ее превратить, ну, в общем-то, в очень неприглядную вещь. Содрать чешую, отбить, сделать с нее там котлеты, зажарить. Только тогда, преобразившись в совершенно в иную форму, рыба может принести пользу. Он говорит, вот так и человек, который стремится только выглядеть красиво и сосредоточен на внешнем, он очень часто оказывается совершенно неготовым к духовному созреванию, к духовному плодоношению. Иногда люди задают такой вопрос. А можно ли заниматься, например, бодибилдингом? Или солярием? Или всякого рода дорогостоящими, омолаживающими процедурами, типа ботокса, всяческих подтяжек? А всегда ведь важно разобраться, зачем. В любом деле очень важно понять мотивацию. Зачем ты на это тратишь средства, на которые ты тратишь свое время? Ну, потому что, чтобы средства были, нужно же отдать часть жизни, чтобы их заработать достаточно значимую часть жизни. Для чего ты это делаешь? Если это необходимо для здоровья, ну, так честно, да, вот, бодибилдинг, напряжение мышц, это выматывание своей физики, преображение своего тела. Для чего? Только ли ты это делаешь для того, чтобы, ну, быть в форме, бодрым, энергичным, способным, ну, к чему-то доброму, к созиданию? Или это все-таки делается для того, чтобы показать себя, презентовать, ну, на очередном отдыхе на море? Для того, чтобы произвести впечатление. Для чего? Если лучше казаться, чем быть, ну, мотивация-то, прямо скажем, малохристианская. Ну, потому что времени так мало, а внутри нужно преобразить так много, а ведь вот эта сосредоточенность, зацикленность на внешнем, оно уводит внимание человека с внутреннего. Ну, невозможно сфокусировать зрение на двух предметах одновременно. Ну, попробуйте, попробуйте рассмотреть свою руку со всеми там подробностями, прожилками и там то, что где-то чуть подальше. Ну, тот или иной предмет будет расплываться в зависимости от того, на чем сосредоточен фокус взгляда. Так и во всем. Если человек уделяет больше внимания внешнему, это обязательно будет ущерб внутреннему. Ну, а потом, сколько миллионов долларов не вкладывая в свое тело, оно все равно рано или поздно закончится. И очень часто заканчивается рано, неожиданно, совершенно непредсказуемо. Ну, потому что, во-первых, Богу очень важно, чтобы человек проживал свою жизнь плодоносно и целесообразно, а не просто так биологически и с удовольствием для своего тела. Здесь конкретная задача преображения души, достижения ею определенных качеств и свойств. И если человек в этом направлении не двигается, ну, Господь пытается его как-то простимулировать, если не понимает, ну, как о бесплодной смоковнице сказано, что, ну, а зачем она землю занимает, если все равно плодов от нее не будет. И вот приходит совершенно неожиданно смерть. Человек думал, что он будет жить долго и счастливо в здравии и в красоте, а в такой жизни смысла нет. Нет смысла, если человек не заботится о красоте души. Ну, и напротив, если он внимателен к внутреннему, то с годами всякий христианин, как хорошее вино, чем дольше стоит, тем крепче настаивается. И красота человека, она, как правило, выражается не в количестве косметики, нанесенном на внешнее, а в том свете, который проглядывает изнутри. Ну, и глаза, зеркало души. Если душа светлая, то ты уже не смотришь на морщинки под глазами, не смотришь на внешнее. Потому что гораздо важнее то, что исходит изнутри человека в виде добрых слов, в виде кроткого взгляда, в виде той благодати, в которой очень хорошо находиться. А если этого нет, ну, можно бесконечно заботиться, чтобы производить впечатление, но так человек и будет оставаться пустышкой, фальшивкой, камуфляжем. То есть, вроде внешне есть, а внутри пустота, глупость. Всё нужно делать в меру. Поэтому здоровье поддерживать нужно, поэтому зарядка и гимнастика — это хорошо, а профессиональный спорт, когда человек исключительно сосредоточен на надрыв внешне-телесный, он больше вредит душе, чем приносит пользу. Так и во всем. Дай Бог нам с рассуждением разбираться в мотивации и выбирать мотивы, которые угодны и приятны Богу. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok